Present Simple. Упражнение для детей. Значит, все мы прекрасно понимаем, что упражнения должны быть максимально простые, чтобы ребенок мог почувствовать прогресс. То есть, дети должны чувствовать прогресс. Давайте прям это и скажем. Значит, Children, это дети, must feel, должны чувствовать прогресс. Children must feel progress. Соответственно, им нужны простые упражнения. They need simple. Simple – это простые упражнения, это exercises. They need simple exercises. Значит, еще раз. Получается, что Children must feel progress. They need simple exercises. И мы с вами разберем примеры таких простых предложений. Смотрите. Значит, даны у нас глаголы и местоимения. И нужно просто образовать формы. Например, do he. Как мы скажем, он делает. Значит, надо образовать he, does. Далее. Swim, they. Значит, ничего не меняется. They swim. Так как мы добавляем s после he, she, it. Далее. Write, she. Получается, she writes. Если говорим, если мы по времени present simple. Здесь вы можете добавлять, на самом деле, любые вариации. Например, read, we. Так и будет. We read. Lie. They. Так и будет. They lie. Lie два значения. Врать и лежать. То есть, они лгут или они лежат. Далее. Sing. She. Значит, мы образуем, получается, she sings. В принципе, очень важно уметь образовывать даже такие простые вещи. И, конечно, желательно потом из этого составить уже какие-то более сложные предложения. Не просто he does, а более полноценные. Например, он делает домашнюю работу. He does. Homework. Каждый день. He does. Homework. Every. Day. Далее. Не просто мы читаем, а мы читаем английские книги. We read. We read English books. То есть, начали все очень просто, а дальше это упражнение уже можно как-то модифицировать, изменить. Ну и, конечно, тоже нужно уметь переводить простые предложения на английский язык. И вот пример. Смотрите. Нужно перевести на английский. Я читаю все это во времени в Present Simple. Значит, получается у нас с вами... Значит, давайте это увеличим, чтобы было видно. Получается... I read. Они думают. They think. Мы работаем. We... Так, увеличим shift. Мы работаем. Работать – это work. Мы – это, получается, we work. Мы работаем. И на самом деле и так далее. То есть, очень важно уметь переводить предложения. Давайте с вами еще потенируемся. Разберем немножко более сложные варианты. Итак, что значит можно перевести? К примеру, детям. Например, мы любим играть в футбол. We like playing football. We like playing football. Здесь мы видим, что мы используем время Present Simple. We like. И также мы используем глагол с синговой формой. Потому что like doing. И надо запомнить. We like playing football. И сразу заберем другие примерчики. Нам нравится играть в теннис. И можно сказать we like playing tennis. Нам нравится играть в бадминтон. We like playing... We like playing... Badminton. И можно потироваться также с другими лицами. Например, ей нравится играть... Например, в теннис. Также можно начать повториться. И мы с вами скажем... She likes playing tennis. She likes playing tennis. И еще один пример. Ему нравится играть в компьютерные игры. He likes playing... Computer... Games. He likes playing computer games. То есть, чем больше таких простых примеров, тем лучше. Это очень помогает. Это помогает почувствовать уверенность. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!